ДОСТИГШИЕ ДОСТИГРА ДОСТИГРА Должно быть, кто-то еще с прошлого года подозревает, что господин Кинза умер, и на собрании этого года пытается раскрыть все. ДОСТИГРА 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 поклонница Всевосточного. В Сёге японских шахматах ведь позволено сбросить фигуру в середине игры. Да, позволено. Даже сбросить королеву из захваченных фигур перед вражеским королёв некий козырный ход, допустимый в Сёге. Интересно, что делает тот, кто говорил о событиях 19-летней давности? Он уже скрывается вверх на острове. Эта девочка, Эрика, заявила, что её отнесло сюда. Тот человек тоже мог высадиться на острове, несмотря на тайфун, и затаиться где-нибудь. И теперь будет сложнее обмануть родственников. Почему? Почему всё пошло вдруг не так? Чем объясните эти чудеса из кошмаров и случайных совпадений? Нацухи с силой ударила по столу, схватилась за голову и съёжилась от невыносимой головной боли. Леди Берн Кастель подвластна чудеса. Нет смысла удивляться чудесам или странностям, когда она рядом. Да, в сёге вражеская фигура может внезапно появиться прямо перед королём. Однако именно поэтому создаётся идеальное построение, которое учитывает такую слабость и мастерски строится замок для защиты короля. Тогда разве сейчас мы не должны удерживать форт? Путин у нас форт, который мы могли бы удержать. Тогда возможно. Но сейчас нам нельзя надеяться на такие вещи. Трудно загнать в угол короля без стены за его спиной. Но ещё труднее загнать в угол, если есть открытые щели во всех направлениях. Представь, мышь. Можно поймать мышь, запертую в клетке. Однако ловить её на поле всё равно, что пытаться поймать облако. Госпожа Натсуфи, позвольте нам рассмотреть этот вариант. Господин Кинза покинет свой кабинет и будет бродить по особняку, избегая взглядов родственников. Мы придумаем для наступления утра естественно выглядящий план. Ты не видишь опасности? Если мы готовы рассмотреть такой опасный вариант, не лучше ли продолжать вести себя так, будто отец в своей комнате в плохом настроении? Завтра родственники снова столкаться перед кабинетом. Они будут прямо по другую сторону единственной двери. Как долго вы планируете создавать такое впечатление, будто они ругаются с господином Кинза. Такое невозможно. Мы должны так или иначе на 36 часов обложить эту невозможность. Если мне скажут, я сделаю. Я у Широмия Натсухи, жена главы семьи у Широмия. Если вы скажете, я буду разыгрывать громкую ссору с отцом столько дней, сколько потребуется. Даже Натсухи понимала, что не справится. Но она больше не видела никаких шансов на победу в плане, включающем блуждающую иллюзию Кинза. Несколько раз ударив по столу со стекающими по лицу слезами гнева, Натсухи то стонала от головной боли, то перекладывала вину с одного на другое. Казалось, будто все, кто сидел в этом кресле, делали то же самое, словно это проклятие. Напоминает Цумы Сёги, где вы стоите в обороне. Цумы Сёги у противника нет хороля, и чтобы победить, остается только избегать шаха, определенное количество ходов. Что означает? Я должна уйти на целый день и половину ходов? Это уже слишком. Не прекращай думать, не сдавайся. Я выслушаю твои жалобы, так что не паникуй. Твоя абсолютная воля, несмотря ни на что преодолеть трудности, обязательно принесет абсолютные результаты. Такова стила ведьмы Абсолюта. Не теряй эту магию. Ведь во что бы то ни стало, все преодолеешь. Я уверена, ты придумаешь гениальный план. Поэтому не опускай руки и продолжай думать. Ты права. Я знаю. Если я не смогу преодолеть эти трудности, никто не сможет. Вот именно. Разве Кинзо не доверил тебе преодоление этого всего? Он признал, что это достойно такой ответственности. Отец. 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 Наставницы и Ронови подумают о ходе. Разумеется, я тоже. Но не без разрешения нашей госпожи. Твоего разрешения мы не можем даже этого. Но без разрешения нашей госпожи твоего разрешения мы не можем даже этого. Поэтому хотя бы не отказывай от желания бороться. Не сдавайся. Я знаю, знаю. Но я уже устала от всего. И не могу вынести эту головную боль. Почему я плачу в этом холодном кабинете совсем одна? Я не могу плачу в этом холодном кабинете. Почему? Почему мой муж сейчас не со мной? После ужина Краус заявил, что у него кружится голова и рано пошел спать. Разумеется, он сказал так, чтобы достаточно отдохнуть перед долгим пнем впереди. Но отцу сухи сейчас казалось, что он просто пошел спать и перекинул всю нагрузку на нее. Однако жаловаться на такие вещи все равно, что нарушить обязанности жены. Разве хорошая жена не обязана трудиться на благо семьи, даже когда муж отдыхает? Все еще сожалея даже огневенно мужа, не зная, на кого сердиться, нацухи продолжала рыдать. Вот бы Кинза любезно поговорил с ней в такое время. Беату искала его, но в кабинете Кинза уже давно не было видно. Наверное, нацухи тоже заметила, хоть она и хвасталась, что бороться в одиночку и поддерживать обязанности хорошей жены, никто не мог подтвердить, действительно ли это необходимо и из-за этого она даже не могла остановить слезы. Как только Беату попыталась подобрать слова, Вергилия похлопала ее по плечу. Если слова утешения звучат внизу с нужного человека, они могут принести больше вреда, чем пользы. Ничего не говоря, Вергилия таким образом сказала Беату, что молчание лучшее действие на данный момент. Извините, что прерываю. Знаю, я тут постороннее, но дадите мне сказать пару слов. Все. Сейчас не лучшее время. Нет, пока вы здесь нет никаких различий между потусторонними гостями и нами. Можешь говорить. Спасибо. Ранове сам сказал. Это Цумесиоги с тобой в обороне. Как можно проиграть в них? Только если твоему королю поставят мат, верно? Само собой, и у противника нет короля, поэтому на суть со своим королем может лишь постепенно отступать. Вот как? Тот ход? Время уже пришло? О чем мы? У нас еще остался ход? Тот способ скрыть смерть лорда Голдсмита, который ты предложила в самом начале. Нам пора воспользоваться тем ходом. Ты имеешь ввиду исчезновение? Прямо сейчас во время семейного собрания это слишком опасно. После успешного решения всех своих проблем они позволят Кинза обрести покой, сделав так, чтобы он исчез. Однажды Кинза ушел в лес и не вернулся. Они не могли найти его сколько бы ни искали и так его объявили пропавшим без вести. Ты сама сказала Ричи. Нельзя поймать мышь выбежавшего на поле. И так же нельзя поймать лорда Голдсмита исчезнувшего в лесу. И это твой выход? Делать такой ход сейчас, когда подозрения против нас стоят наиболее остро не лучше самоубийства. Они заподозрят неладное. Этот ход наверняка приведет к недоверию. Но даже если они войдут в кабинет, такие подозрения будут недоказуемы. Потом они уже никогда не найдут Кинза. Сколько бы они не подозревали, что он умер, доказать это будет невозможно. Забудьте о 36 часах. Вы все равно не смогли вечно защищать тайну Кинза таким образом, верно? Конечно же, в этом будет соответствующий риск. Сделав этот ход ты может и прорвешься. Мы даже вообразить не можем сколько чисто ты можешь потерять. И все-таки такой ход почти наверняка преодолеет эту проблему. Да, тебе придется иметь дело с еще большими подозрениями, но не умрешь же ты от этого. Да. Это так, но во время великого землетрясения Канта семья у Шираме должна была погибнуть. Однако безумный гений Лорд Голд Смит возвратил эту семью. Так что теперь ее хочется защищать. Сейчас все зависит от тебя и твоего мужа нового главы и его жены. Вот как ты намереваешься расшевелить ее. Я не пытаюсь ее расшевелить, я просто спрашиваю, готова ли она быть главой женой главы. Ты не готова защищать семью Шираме, даже если придется валяться в грязи. Готово. Тогда сейчас самое время. Если еще можешь глотать грязь, бери как можно больше. Ты выберешься из мира страданий и в конечном итоге возвратишь богу и славу. Я Гаап, 33-я по рангу, обещаю тебе. Гаап, то, что я пришла поиграть в такое время знак от богов случайности. Я сдержу обещание о Шираме на цухе. и не потребую ничего взамен. Рича, которая тебе служит, уже выплатила мне предоплату. Гаап выглядела довольно беспечной, но на самом деле у нее было сильно развито чувство долга. Она из тех, кто просто не может оставить кого-то переживать беду в одиночку. Предоплату? Угу, когда это? Не помню. Всякие магические атрибуты, которые ты не могла вспомнить, куда положила. Я многие из них вытащила. Что? Так это и вправду ты виновата в том, что я не могла их найти. Верни! Отдай мой призрачный серебряный кристалл лунный жезл. Я еще не наигралась, скрепляя их вместе. Это своего рода магия, или же план, который я тебе даю. Я могу скрыть лорда Голдсмита в мире, где никто не сможет его найти. Дай знать, если тебе понадобится такая магия. А пока можешь придумать другой, более безопасный план. Действительно, лучше иметь доступный вариант в запасе так спокойно. Беспокойствие и гениальный план не придумаешь. Госпожа Натсухи, ночь не так коротка. Давайте пока что оставим план Гав напоследок и укрепим наш план. Пожалуйста, позвольте нам. Кроме того, нам нужны ваши убеждения, доверие и магическая сила, необходимые условия для успеха. Если ты поверишь, я исполню твое желание, но если ты сомневаешься, твои сомнения станут явью. Ты должна сама создать свое будущее. Кинза исчезнет. в самый разгар семейного собрания. Это наша последняя надежда. Запрятав в душе последний козырь, Натсухи решила до последней секунды искать другой план. В конце концов, эта длинная определенная ночь только начинается. И не только для нее. У Бернкостель и ее фигур было столько же времени на подготовку. пробьешь колено и убьешь. На этом все. Ясно. Все-таки вот что означает пробьешь. Сможные рассуждения оказались верными. Последняя реакция явно отличалась от предыдущих и показалось, что активировалось какое-то устройство. Но на первый взгляд в частности ничего не изменилось и никакая потайная дверь не открылась. Похоже, чтобы найти ее это невероятно. Если мы впрямь после всего этого найдем золото, нам придется разделить его вместе. Нерастопительное наслаждение мыслительным процессом? Разгадывать загадки? Единственное, что мне нравится. Доказательство моей правоты и все, что мне нужно в награду. Она отмахнулась от моих слов, сказав, что ей будет достаточно просто увидеть золото. Затем она присела в упор глядя на механизм замка и будет преувеличением сказать, что эта девочка очень любит разгадывать загадки. Ее любовь к охоте за сокровищами подпитана романтизмом относительно процесса нахождения скрытых вещей и ее не интересует перспектива забрать сокровища себе и стать миллиардером. Вы всерьез думаете, что такое устройство меня одурачит? Ошибка всех вас. В первую очередь то, что вы так доброжелательно приняли меня на ухмыльнулась ему. Эта улыбка была малость триумфальной, но больше неприятно презрительной. Разгадав загадку, она наслаждалась удовольствием победы над загадавшим ее и насмехалась над этим человеком. Если мы сейчас найдем золото, преемником главы будете вы, не Краус. Ну как знать. Разве Краус не высокомерен? Можно даже назвать его хвостуном. Разве неприятно будет увидеть, как его племянник за одну ночь отберет у него золото и позицию приемника? Эрика по-прежнему сидела на корточках спиной к Баклеру и возилась с механизмом. Ее звали Джешка, да? Девушку, выступившую против меня. Да. Она так обычно говорила о том, что ее отец приемник главы. Когда она проснется завтра и узнает, что все золото досталось вам, и что ее отец больше не приемник, интересно, какое у нее будет выражение. Я вовсе не хочу собирать все 20 миллиардов себе. Мне и 10% вполне хватит. Остальное мы можем разделить между семьей. Приемникам главы заинтересован быть еще меньше. Буду только рад, если ему останется дядя Краус. А сможете ли вы так легко все уладить? Вместо этого такое чувство, что намного интереснее будет угадывать завтрашнее выражение Джессики. Не то, какие жалкие оправдания она придумает. У тебя очень плохой характер. Ага. Разве вы не поняли это, как только узнали, что мне нравится разгадывать загадки? Я интеллектуальный насильник, любящий раскрывать то, что люди пытаются скрыть. Понимаете? То же самое относится и к разгадыванию этой загадки. Поэтому ты захотела показать всем золото деда, которое он скрывал как мог? Сначала так и было. А потом моя цель изменилась. Изменилась? А что? Джешка? Она прервала мои рассуждения за бедом чистый и благородный для меня момент. поэтому я поставила себе цель разгадать эту загадку, чтобы сравнять с ней счеты. Эй, ты серьезно? тем бы не был мой противник, я заставлю его сдаться. Это моя единственная радость. Вам нужны еще причины? по-моему, жешка разозлила меня. Поэтому я захотела поставить ее на место и решил разгадать эпитамфу. Такова причина моих нынешних эмоций. Понимаете? Я в раздумьях повернулся к ней спиной. Считая забавной эту игру в разгадывании загадки, я позволил ей использовать меня и сделать нечто ужасное. Верно. До этого можно было додуматься. Если загадку разгадают, родственники начнут скандалить по поводу того, кому быть преемником главы. Отец и еще некоторые могут поднять шум, что следующим главой должен стать я, первооткрыватель, а родственники, которые будут не в восторге от этой перспективы, начнут протестовать. Несмотря на категоричное заявление Эрики, нигде не написано, что разгадавший эпитамфу станет следующим главой. И так развернется скандал между теми, кто признает и теми, кто нет. Если предположить, что будет дальше, как сделала Эрика, вероятно, это превратится в грязную стычку между дядей Краусом и остальными родственниками. После того, как я разгадаю загадку, Джессика будет восхищаться мной или же проклинать меня. Не хочу сейчас думать об этом. Эрика все еще промотала. Видимо, уже поняла, когда мне стало совсем плохо, я лениво всмотрелся в черную ночь. Тогда я посмотрел на тускло освещенный наружный фонарь и перед ним увидел человеческий силуэт. Я подумал, что мне мерещится, ведь немыслимо, чтобы кто-то стоял перед проливным дождем даже без зонтика. Однако силуэт не сдвинулся ни на дюйм и, может, нет, невозможно. Этот кто-то смотрел на меня. Приплыл таки, да? И это был... Нет, не приплыл. Уширамия Кинза. Дед... Дед... В тот момент я понял. Дед наблюдал за тем, как мы разгадываем загадку. И он видел нас, когда мы эффектно разгадали всю эпитафию. Без сомнений, дед слегка улыбнулся. Он, у кого всегда на лице были исключительно капризные и пугающие выражения, посмотрел мне в глаза и впервые улыбнулся мне. Словно говоря, как нагло. Или же, я и подумать не мог, что это будешь ты. Но этот результат выбран эпитафией деда. Поэтому я уверен, дед принял его. В конце концов, он снова ухмыльнулся. Конечно же, ни слова не сказав, его улыбка, казалось, без слов говорила замечательно. Я не знал, что ответить. И только в шоке стоял, игнорируя Эрику, присевшую что-то обормотавшую спиной ко мне. Потом дед вытянул руку из-под накидки и указал на что-то. Когда я посмотрел в том направлении, там, то, на что он указывал, вероятно, указатель к золотой земле. Идея. Единственное, что сказал дед мне. Я кивнул в знак понимания. Дед довольно кивнул в ответ. Затем, взмахнув накидкой, он исчез, будто растворившись во тьме. На его лице в последний момент была самая настоящая и в кое-то веке довольная улыбка. был ли это действительно дед? Вы слышали, тибатар? Вы не слышали мои рассуждения? Вот он. Я нашел указатель к золотой земле. Он смотрит уже в другом направлении. Вот так. Идите туда. Вы очень наблюдатель здесь. Это дед сказал мне. А? Где? Пошли. Почему бы не взглянуть на эту золотую землю? Мы двинулись вперед. Вход в золотую землю был совсем рядом. Наконец. Моя эпитафия разгадана. Ее разгадал Батура. Не лукай. Лучше быть не может. Батура станет победителем этой игры. но так мало деталей касающихся разгадки. Если подумать от меня тоже никто не ожидал того, что я стану главой. Как же интересно что тот кто сменит меня такой же отмечу 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 я скоро присоединюсь к тебе из подарков чудом избраны моей эпитафией. Из всех людей Батлер Батлер Grek 做 Р dever отмечу �네 Держи истинного чудо Самый конец моей жизни у меня велосищественное чудо! Я выиграл эту ставку! Тут мы уже были вместе с Евой. Счастье марионетки. Название саундтрека как бы намекает на что-то. Не вижу ничего полезного в хранении ценностей в форме золота. Оно разве что не ржавеет. Думаю, потребуется немало усилий, чтобы отменять все это на наличное. В конце сырого подземного тоннеля, в почетной комнате столь прекрасной, столь неуместной, была настолько огромная груда золота, что ее стоимость можно было без всяких сомнений оценить в 20 миллиардов иен. Эрика была спокойна, но Батлер не мог подавить волнение. Что касается того, какая из этих двух реакций на золотую гору была правильной, только видевшие эту сцену своими глазами могли с уверенностью судить. Средний служащий в наше время за всю жизнь зарабатывает около 200 миллионов иен, а здесь 20 миллиардов иен в золоте. Даже с одной сотой от этой золотой горы один человек может прожить всю жизнь не работая. Что такое труд? Разве не сам смысл жизни человека в том, что кто не работает, тот не ест? Если так, то 200 миллионов иен достаточно, чтобы заполнить одну человеческую жизнь. А здесь 20 миллиардов. Это составляет рабочую силу 100 человек. Нет, одну человеческую жизнь 100 раз подряд. Разумеется, если еще хочешь работать, то можешь. С любыми деньгами, полученными в результате, можно будет забавляться. Ведь у тебя уже достаточно денег, чтобы жить на них всю жизнь. Нет, целую вечность. Нет, стоп, нельзя забирать все себе. Можно разделить их среди 100 человек. Будь у меня возможность создать мир, где все 100 человек могли бы всю жизнь не работать, что за мир это был бы? Да, никаких сомнений. Это золотая земля. Вот как? Ну, главное, завтра не умереть. Чтобы... Эти все планы не обломились, да? А это, возможно, для любого человека, тоже самого богатого. И Берн Батлер успешно обнаружила золото. И жили они долго и счастливо. Я заставила ее скрыть наиболее важные части. Но ведь ничего страшного, если я позлобничаю. Да, делай как знаешь. Меня не интересуют мелкие детали про то, какая это была загадка или что за ответ в ней был. А вот меня очень интересует. Так что, Баттера, пошел вон. Лямбда, давай, выкладывай. Важнее результат. Найденные 10 тонн золота. Золото находила и тетя Ева в третьей игре. Тетя Роза тоже его видела. Однако, они никому не сказали о его обнаружении. То есть, была вероятность, что обнаружение золота, правда, в кошачьей коробке хранимое ими двумя. А значит, золото может быть несуществующей иллюзией. Но я наконец-то нашел его. Кошачья коробка. Открыто. Пусть будет пусто эта трата времени играть в повтори. Так что, вот тебе бонус. Эта гора реальна. Все слитки здесь настоящие, чистое золото. Абсолютно никаких трюков, вроде реплик или подделок. Ладно, понял. Я принимаю золото. Но кое-что я принять не могу. Конечно. Ты ведь встретился с ним? С Кинза же. Хотя он якобы иллюзия, ты же видел его несколько секунд назад. Все-таки это магия, да? Чушь. Я и словом не обмолвился с дедом. Мне просто показалось, что мы с ним разговариваем. Можешь перестать. Тот же ход больше не сработает. Тогда синюю правду, пожалуйста. Скорее всего, я был взволнован после разгадки эпитафии и по ошибке принял что-то за деда. Например, может это была маскировочная сетка или простыня во тьме рощи. Похожая на него, носящая черную как смоль-накину. В результате я по ошибке подумал, что у меня была своего рода беседа с дедом. Недопустимая голубая правда. Хотя я сказала голубым то же самое. Ну и? Годится? А провернешь красной правдой? Нет, не сейчас, по крайней мере. Я по странному закричавший перед золотой горой наконец-то начал успокаиваться. Мы нашли золото и его уже было не скрыть. Как раз о том, чтобы сохранить наше открытие в тайне, я и подумал. Но Эрика хотела доказать правильность своих рассуждений, объявив об этом всем. Она настоящий интеллектуальный насильник, как сама и сказала. Для нее имеет значение лишь разгадывание головоломок. И она не намерена брать на себя ответственность за происходящее после их разгадки. Загадка напоминает замок. Замки существуют, чтобы быть запертыми. И они имеют значение только когда заперты. Поэтому для их открытия должна быть причина. Однако для нее раскрытие само по себе, как конечная цель. И она не планирует брать на себя ответственность за то, что будет после. Быть может, истинная буря, которая обрушилась на Рокинджиму, не Тайфун, а она. Она не станет держать это открытие в тайне. Точно объявит о нем, чтобы похвастаться своим успехом. И тогда ты зовет на этот остров настоящий шторм. Я не смогу сохранить это в тайне. Значит, остается только честно объявить об этом. Даже представить не могу, что будет после. Ухмыльнувшись, Эрика что-то пробормотала себе под нос. Должно быть, представляла, какой шум скоро поднимут родственники. Для нее это гораздо слаще 20 миллиардов йен. Одна лишь эпитафия и Фруда Эрика может рассуждать на таком уровне. Что скажете, дамы и господа? Мне нравится. Я впечатлен. Вот что скажу я. Что скажете вы, я смогу прочесть в комментариях. Ну а у Минеку Накокуро Ничи Ру, Нактюрн Золотой Ведьмы и глава Безумная Золотая Драма, Ждет нас всех в следующей части на канале, где игра это искусство. Здесь со мной на VirtuaZilla Game World. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова